МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Регион 12, информационная программа «12 новостей республики». Интернет-версию нашей программы можно найти на сайте tvregion12.ru. В студии Екатерина Роман. Бюджет Морел на 2018 год утвержден. Новый состав правительства республики согласован депутатами госсобрания. На повестке дня очередной 33-й сессии государственного собрания было рассмотрено более 30 вопросов. Помимо бюджета, в числе приоритетных тем, закон о льготных тарифах на тепловую энергию. Также внесены изменения в ряд законов в области правоотношений и поддержки сельского хозяйства. На 2018-й и плановый период до 2020-го года. Главный финансовый документ Морел приняли по ранее утвержденной схеме на три ближайших года. При этом учтены все рекомендации Минфина России. Стоит отметить, что для формирования республиканского бюджета принят базовый прогноз социально-экономического развития региона. Он предполагает умеренный рост экономики, сдержанную инвестиционную политику и динамику потребительского спроса. В итоге можно констатировать бюджет республики социально направленный. По прогнозам, общий объем доходов республиканского бюджета на будущий год составит 24 миллиарда 900 миллионов рублей. На плановый период 2019-й и 2020-й годов параметры по доходам и расходам составляют 22,9 миллиарда рублей и 22,5 миллиарда рублей соответственно. На 2018-е и 2020-е годы республиканский бюджет сформирован без дефицита. Стало известно об увеличении финансовой помощи из федерального бюджета на 5,4%, точнее на 345 миллионов рублей. Все дополнительные дотации распределены по приоритетным направлениям. Это выплата социальных пособий, заработной платы и не только. По прогнозам Минфина республики, поступление налоговых и неналоговых доходов в будущем году составит 15 миллиардов 100 миллионов рублей. Бюджет сохраняет свою социальную направленность. Основные статьи расходов бюджета – это, безусловно, здравоохранение, образование, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство. В доходной части бюджета учтены планируемые доходы от продажи газовых сетей. Львиную долю казны пополняют основные налогоплательщики республики. В Морел таковых организаций и предприятий – около полусотни. В обозримой перспективе значительно увеличится объем производства продукции аграрного сектора экономики региона. С учетом прогнозных намерений основных предприятий республики индекс промышленного производства в 2018 году превысит уровень 2017 года на 2,6%. В 2019-2020 годах прирост промышленного производства составит порядка 2% в год. Кроме этого, депутаты Государственного собрания Морел, как того требует законодательство, провели процедуру согласования назначения членов правительства республики. Напомню, ранее решения об этих назначениях были приняты главой Морел. Таким образом, в команде Александра Евстифеева только проверены многолетней работой управленцы. Всего 21 человек. Впрочем, на сессии согласовано еще одно новое лицо для региона – председатель Государственной счетной палаты Морел. Представляю кандидата для назначения на должность председателя Государственной счетной палаты республики Морел – Каргальского Сергея Федоровича. Уважаемые депутаты, прошу поддержать представленную кандидатуру. Отмечу, что Сергей Каргальский ранее занимал пост главного аудитора счетной палаты Саратовской области. Стаж работы в госслужбе – 13 лет. Эта сессия стала одной из самых продолжительных за последнее время. 31 вопрос и только самые главные темы. Принято 31 постановление и 12 законов. Планируется, что следующая сессия состоится 26 декабря. В Звенигове будут построены пассажирские грузовые порты, что даст городу на Волге новую жизнь. Возможность реализовать масштабные планы появится после проведения работ по укреплению береговой линии. Совещание со всеми заинтересованными сторонами провел на Волжском берегу глава Морел Александр Евстифеев. Живописные летом и не столь симпатичные в зимний период берега Волги в городской черте Звенигова давно требуют пристального внимания властей. Проект по берега укреплению был разработан в 2013-м. Однако после этого никаких дальнейших шагов сделано не было. А дело не просто в благоустройстве города, что тоже важно, а просто в существовании населенного пункта. Вот насколько я понимаю, мы теряем до двух метров в год берега сносит... Течением подмывает? Да. Есть такое, когда большая вода, перепады большие, с паводком связаны больше. То есть это объективная необходимость берега укрепления? Два метра берега в год. Путем простых вычислений несложно понять, что еще несколько лет и вода подошла бы к жилым домам и социальным объектам. Поэтому берега укреплению точно быть и быть всему тому, что за этим последует. Как минимум в городе построят пассажирский порт, а также грузовой терминал. Здесь был варочный котел, который производил гипсовая вяжущая. Это самый компонент для производства сухих строительных смесей на основании гипса. А мы строим линию уже производства самих сухих строительных смесей. О дозовом причале, в том числе, разговор продолжился и на строящемся в Звенегове заводе по производству сухих строительных смесей. Сырье добывается в соседнем Татарстане, и доставка его в Морел автомобильным транспортом затратна. Оптимальный выход – доставка материалов по Волге. Для этого, собственно, и нужен причал. Компания готова построить его за свой счет. Подобранное место на берегу осталось получить разрешение от республиканских властей. Планируется, что завод приступит к работе в марте будущего года. Общие инвестиции в предприятие составят 2,5 миллиона евро. Проектная мощность – 70 тысяч тонн продукции в год. По итогам, когда полный технологический цикл заработает, сколько рабочих мест полагается? Порядка 50 человек. И какой вы закладываете в свою экономику заработную плату? 30-40 тысяч рублей. Раньше на этом месте находилось предприятие подобного же профиля. Инвестор купил его в прошлом году, после чего начались преобразования. Сейчас на территории и в цехах идет реконструкция. Начался процесс монтажа оборудования. Линия будет автоматизирована, в том числе, если вы видите, стоит робот японский, который будет заниматься укладкой мешков и палитированием. Полностью все будет автоматизировано. За счет этого, собственно говоря, и численность предприятия, она не будет такая существенная. Хотя мощность достаточно большая. После посещения завода Александр Евтифеев осмотрел один из городских дворов, обустроенных по программе «Комфортная городская среда», а также прогулялся по центру Звеникова. Позднее, после совещания в администрации, глава Мариел анонсировал открытие нового детского сада. Я поставил задачу в ближайшие 2-3 месяца запустить детский сад в формате, восстановить статус детского сада, того здания, которое в 2000 году было передано для использования по другому назначению, для других целей. Вот это задача 2-3 месяцев. Пока это половина корпуса, это 68 мест для детей. А далее мы продлим работу и со второй половины этого здания. Возвращаясь к теме берега укрепления, добавлю, что местная администрация, по поручению главы Мариел, проведет актуализацию проектно-сметной документации, после чего заявка будет направлена в Москву для включения в федеральную программу. Игровая площадка для детей с разными возможностями здоровья. Предприниматели из поселка Медведево решили на собственные средства построить детский городок, подобного которому в Мариел еще не было. Наша съемочная группа выяснила, в чем заключается его уникальность. Площадку построили в самом центре поселка на улице Юбилейной, чтобы она была доступна как можно большему количеству детей. Поясняют свою задумку создатели уютного игрового уголка для местной детворы Алексей Филиппов, Алексей Шаймарданов и Дмитрий Подоплелов. Причем оборудована площадка таким образом, что играть здесь будет удобно как здоровым ребятам, так и детям с ограниченными возможностями здоровья. По поводу многочисленных тонкостей консультируются с самими людьми с ограниченными возможностями. Я, честно сказать, первый раз вообще вживую вижу такую качельку, потому что только в интернете видела, что вот где-то там построили. Ну, теперь у нас такая есть. Очень это радует. Площадка, она не для детей с ограниченными возможностями, она вообще для детей. Это инклюзивная площадка, где дети могут играть совместно, что радует, конечно. Все пожелания людей с ограниченными возможностями обязательно будут учтены к моменту завершения работ и открытию площадки, заверяют сами частные инвесторы. Но уже сегодня колясочники оценили очевидные удобства качели и карусели, а также песочницы на ножках, в которые можно будет играть детям в инвалидных креслах. Здесь не доделано резиновое покрытие, так как его нельзя выкладывать, когда стоит дождь или снег. Здесь не доделаны некоторые моменты благоустройства, вот в частности по карусели. Я думаю, вот как раз этот зимний период, зимний период, он к нас, как раз, бумажный, так я его называю, мы это все решим. И уже в ближайшее время, весной, я думаю, если погодные условия нам позволят, мы это все уже откроем. Спартийный проект «Доступная среда» реализуется на территории поселка и всего Медведевского района. Это очень хороший проект, который осуществляет свое финансирование не только за счет бюджетных средств, но и за счет инвесторов. Один из примеров – это вот эта прекрасная площадка, которая будет введена в мае будущего года в эксплуатацию. Это первая адаптированная площадка для детей с ограниченными возможностями. От популярного и знакомого всем цветочного до экзотического каштанового в Вишкороле уже завтра откроется ярмарка натурального меда из башкирии и конфитюра. Отмечу, что любой из сортов можно попробовать на месте. Согреваться долго зимой, бороться с простудами и, конечно же, всегда выставлять на стол в качестве любимого семейного лакомства. Для многих из нас стала традицией иметь дома хороший запас качественного меда с проверенной пасеки. Пасека Монастырская вновь приезжает в Морел из Башкирии с выставкой меда. Мы привезли в Йошкаролу более 30 сортов меда на любой вкус. Мед поможет укрепить иммунитет, наладит пищеварение, да и просто подымет настроение. У нас есть простые меда, такие как донник, расторопша, липа. И есть элитные сорта меда. Это мед с кедровыми орешками, дикий мед. На ярмарке будет представлено около трех десятков сортов меда на любой вкус. В народе говорят, дягилевый мед нормализует давление, а дикий мед благотворно влияет на щитовидную железу. Кроме того, здесь можно выбрать и другие продукты пчеловодства. Например, перга – это переработанная пчелами пыльца. Копилки народных рецептов – это первое средство для борьбы с простудой. Это особенно актуально в начале зимы, когда наш иммунитет нуждается в поддержке. Детям подходит липовый мед. Лечит бронхиты, ларингиты и все простудные заболевания, а также укрепляет иммунитет. Не меньшее разнообразие среди конфитюра. Готовят конфитюр на пару по особой технологии, которая позволяет сохранить все полезные свойства, а также вкус и аромат свежих ягод. Домашнее нерафинированное масло – еще один продукт, чья ценность доказана специалистами. Благодаря своему способу обработки оно дольше не стареет и сохраняет аромат. Один из сопутствующих маслопродуктов – халва. Здесь можно будет найти и арахисовую, и с изюмом, и с какао. Посетить ярмарку башкирского меда и конфитюр от Пасеки Монастырской можно в ДК имени Ленина по адресу машиностроителей 22А. Продлится она с 1 по 10 декабря. Время работы с 10 до 19 часов. И еще один приятный сюрприз. Каждому покупателю банка меда в подарок. Подробности у продавца-консультанта. Информационная программа «12. Новости Республики» продолжается. Выпуски Морел ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»